Здравствуйте, местные когти! Меня зовут Фёдор, вы на канале FEDISPLAY. Это игра Automation Empire, и мы продолжаем строительство нашей фабрики утюгов. Итак, в первой серии, в пилотной, мы посмотрели вообще, что это за игра. Сделал я небольшой обзорчик. Вот сейчас, я думаю, можно заняться уже более серьёзно этой игрой. Местные когти, кстати, кто не в курсе, это вот эта штука, которая перегружает с одной конвейерной ленты ящики на другую. Местный коготь. И тут, кстати, ещё я нашёл забавное название. Сейчас бы найти только его, где оно. Просто совсем, вот не могу не поделиться. О, вот здесь, читайте, блокатор ящиков. Что? Какой блокатор? Google перевод, остановись. Формирует ворота для когтярена, которые могут быть заблокированы при прохождении. Вопрос на засыпку. Что такое когтярин? Пишите в комментарии, может быть, кто знает. Когтярин это, наверное, котяра какой-то или что-то такое. Но не будем сейчас. Не будем сейчас об этом. Игра вообще в целом сама намекает про то, что здесь всё круто, но надо переделать. Поэтому я сейчас займусь небольшой переделкой. С чем это будет связано? Связано это будет с тем, что пора начинать играть по-человечески. Давайте посмотрим рейд. Вот эта добывающая установка добывает один раз в 10 секунд. Соответственно, если мы добываем уголь, ну, сырой уголь, угольную руду, то, чтобы добывать один в секунду, мне нужно поставить 10 шахт. Здесь у нас 3 шахты, правильно? Здесь у нас ещё 5, уже получается 8. И если заехать вот сюда, вот, тут ещё 3 есть. 9, 10, 11. Соответственно, я 10 шахт могу объединить по одной железной дороге, вот, по этой, по вагонеткам, и сделать одну единицу руды в секунду. Далее, что мне это даёт? Вот этот вот данный производитель ящиков, он у нас производит один ящик за 3 секунды. Причём этот производитель ящиков делает как пустые ящики, так и наполненные. Наполненные он делает, если на вход ему подан какой-либо ресурс. Соответственно, ящик выходит с ресурсом. Поэтому, чтобы привести к рейтам всё, получаем следующее. 3 ящика, ой, 3 вот таких завода будут производить 1 ящик в секунду. Уже можно записать, да? 10 добывалок, 3 вот таких завода. И здесь она производит точно так же, 1 раз за 10 секунд. Соответственно, рейты будут 10 буров, 3 вот таких вот ящика, 3 производителя ящиков, и 10 рефайнерей наших. Которые будут обогащённый уголь делать. А обогащённый уголь мы уже будем дальше использовать для своих каких-то нужд. Я чуть позже покажу, как можно это всё нормально тут скомбинировать. Я сейчас посидел, чуть-чуть почитал, поразбирался, потратил на это полчаса. И надеюсь, сейчас смогу что-то более интересное показать. Мне постоянно в комментариях, точнее очень много комментариев было насчёт того, что почему я не ставлю несколько путей подряд. Ну, здесь сейчас смысла в этом особого, наверное, не было. Ну, ладно, раз просите, поставлю здесь ещё несколько дорог. Но я бы хотел, точнее карманов, но я бы хотел карманы вот в этом месте поставить и начать вывозить вот эту вот железную руду. Но это чуть позже будет. Вначале всё-таки я поставлю карманы в этом месте. Но для этого мне потребуется... Хотя нет, здесь разбирать ничего не нужно, поэтому давайте просто карманы вот сюда накинем. Вот так. И сейчас грузовики... Нужно ли больше сейчас? Ну, вот так пока сделаю. И сейчас грузовики в целом будут выезжать и сюда, и сюда, пока эти здесь стоят. Потом, видите, как удобно получается. И тут приоритеты надо расставить. Высокий, средний. Пускай тут тоже средний будет. Здесь высокий. Тут средний. Тут можно вообще низкий поставить на дальний. Чтобы как-то вот так вот было. Что-то нам даёт. Четыре дрона пока что, конечно, не особо справляются, поэтому дронов нужно поставить побольше. Чтобы сделать дронов, нужно поставить дронбэй. Ну и главное, чтобы у нас электроэнергии хватало. Дронбэй... Я так понимаю, что без разницы, в каком месте они будут находиться. Поэтому я могу поставить его... Блин, с управлением немножко ещё путаюсь. Я могу, в принципе, поставить его вот в этом месте. И ничего такого серьёзного не произойдёт. И сразу же, соответственно, раз, два, три, четыре дрона добавляем. Сейчас у нас погрузка чуть-чуть поживее пойдёт. Соответственно, денег будет чуть больше. Дальше, возможно, имело бы смысл вложиться вот в это производство. Но продавать сырую руду... Не знаю, есть ли какой-то в этом смысл большой. И мне необходимо вот этот вот цех переделать. В чём, собственно, смысл весь? Три вот этих вот производителя ящика, это не проблема сюда поставить. Проблема в том, что у меня в данное место вот эти вот обогатители 10 штук не влезет. Каждый обогатитель влезает через одну клетку, грубо говоря. Ну, то есть, видите, серые клетки есть. И есть светло-серые клетки. То есть, обогатитель будет влезать таким образом, что на каждой второй клетке можно расположить порт входа. В итоге мы получаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, может быть, девять максимум, а мне нужно десять расположить. Соответственно, цех нужно увеличить до размеров восемь на восемь клеток, потому что сейчас у меня семь на семь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, четыре... Нет, он сейчас семь на восемь. Четыре, пять, шесть, семь. Да, семь в длину, восемь в ширину. Надо сделать, наверное, восемь на восемь его. Так как я сейчас цех удлинить не могу, то для этого мне придется вначале, наверное, цех этот разобрать. А только потом уже что-то с ним дальше делать. И вот, смотрите, пустая тачка поехала. Да, бывает. Тут можно, кстати, будет еще потом, наверное, поставить их. Плюс я также хотел бы увеличить, наверное, производство нашего угля. Вообще, можно, конечно, не сюда было бы идти, чтобы продавать пустую руду, а продавать обогащенный уголь. Фишка в том, что обогащенный уголь, если посмотреть, ну, обычный уголь, он 10 килограмм ящик весит. А сырой уголь, угольная руда, она 1 килограмм весит. Ну, и утюги, кстати, тоже по 10 весят. Но утюг я пока что делать особо не хочу, потому что нужно будет точно такой же комплекс там ставить. Вот примерно такие дела. Так, дальше. Мне нужно, опять же, будет подключить вот отсюда руду, как я сказал, вагонетками. И здесь увеличить производство. А один вот такой бур стоит десятку. Даже нет, даже 15. Вообще, можно было бы, конечно, и здесь оптимизацию провести какую-то раньше времени. Но у меня... Возможно, сейчас один фиг будет не хватать вот этих ребят. Так что, наверное, все-таки я не буду пока перестраивать вот этот цех. Оставлю столько, сколько есть тут. На первое время. Буквально, наверное, может быть, на первые минут 20. А дальше уже можно будет переделать. То есть, воспользоваться нашей системой. Все круто, но переделывать. Хотя, с другой стороны, здесь было бы правильнее сделать, наверное, следующее. Вот так вот передавать. Не совсем корректно. Поэтому вот эти вот мы два продадим сейчас. Вот таким вот образом. И выход... Выход вот с этих ребят будет у нас... Вот так вот. Так, нет стопы. Вот так сделано. Теперь отсюда можно местным когтем будет передать на ленту, которая будет общей. Я, правда, не знаю, сколько по общей ленте у нас идет. Хотя здесь, наверное, не обязательно. Тут можно просто кривым конвейером передать. Возможно, даже можно было вот так передавать. Давайте вот так вот сделаем. Оно тут недорогое все. Дальше здесь обычный. Да, поехал. Здесь мы ставим вот этого товарища. Видите, чуть-чуть не хватает мест. Но, в целом, сейчас должно влезать. Ну да, он тут в промежутке ему накидывает. Вот эти вот вещи я сейчас разберу все за ненадобностью. И тут можно противоходом поставить будет наши рефайнеры. Может быть, тут, конечно, какое-то количество их и влезло бы. Так, противоходом. Ну, пускай пока что вот так вот будет. Этих ребят сюда подальше. И здесь наших любимых нагружателей. Местный коготь – вещь полезная. Хорошо быть местным когтем. Хорошо, два заработало. Здесь в целом делаем то же самое. Сюда один, сюда один. Хотя это можно было бы все на вагонетку перекладывать. Фишка в том, что можно взять, например, вот этот вот высыпальчик. Точнее, вот такой высыпальчик. И ящики... Вот таким образом высасывать из ящиков руду. Далее пустые ящики отправлять, дальше уничтожать. А вот эту руду направлять уже куда-то вагонетками. То есть и таким образом передавать из одного цеха в другой. Но я пока что этого, опять же, делать не буду. Здесь воспользуемся... Вот такой системой. Блин, как-то она кривовато, да, у нас тут получается. Хотя ладно, пускай... Нет, не пускай, мне это не нравится. Давайте все же вот здесь вот сделаем. И здесь не нравится. Ай, ладно, черт с ней. Что-то типа того. И станция разгрузки будет у нас... Вот такая вот. Дальше здесь делаем приоритет максимальный. Местные когти ставим сюда. Местный коготь. Один и второй. Все, сейчас это можно масштабировать, как только деньги появятся. Деньги, в принципе, появились. Соответственно, можно поставить сюда ящик. Можно поставить сюда еще одного товарища. Но мне, возможно, сейчас тупо не хватит скорости. Хотя, наверное, смысла нет сейчас подставить. Все равно вагонетку не успевать нагружаться. Сейчас нужно будет поставить шахту туда. Здесь выход сделан. Дроны сейчас тут будут поактивнее как-то это все разгружать, я надеюсь. Так, можно было бы, в принципе, вложиться еще поставить одну такую линию сюда. Но я этого тоже пока делать не хочу. Сейчас нужно увеличить производство базового угля нашего. Чтобы побольше конкретно угля возилось. Да, тут для исследований, чтобы вот этот коготь исследовать, мне нужно 1500 за 3 месяца, я так понимаю, или за месяц. Я пока особо точно не... Ну, короче, нужно 1500 грузов мне производить. Тогда я смогу вот это исследование подзабрать себе. А тут у нас готовы технологии. Но пока до туда мне далеко, я могу, в принципе, прокачивать вот эти вот свои техи. Скорость беспилотника. Я думаю, что можно это повысить. Мне потребуется 100 тысяч поинтов. 100 тысяч поинтов у меня в наличии. Так что поднимаем до 20%. Сейчас они быстрее будут летать. Можно еще, конечно, увеличить количество дронов. В принципе... В принципе, ничего такого страшного в этом нет. Хотя... Хотя нет, смысла сейчас нет. Мне один фиг сундуков будет не хватать. Нужно увеличивать производство вот этого всего хозяйства сейчас. Для этого мне придется поставить сюда одну. Дальше... Так как бы тут лучше сделать... Ну, некий вот такой буфер. Тут сюда. Два. Одна вагонетка 4 единицы ресурса может возить. Только почему-то она тут наполнила ее не полностью. Ну, ладно, не суть. Здесь ставим точно такую же высыпалку. И... Сами вагонетки... Тут можно поставить в кривую, в эту рельсу. И она, в принципе, нормально будет тут работать. Так, не то. Блин, как это все запомнить, а? Даже две, наверное, придется в кривую. Она же плотно должна у нас идти. Так, хорошо. Все круто, но... Ну, вы поняли. Допустим, как-то так. И здесь надо две кривых поставить. То есть это убираем. Ставим вот такую тележку. И соединяем. Все, сейчас эти ребята гораздо быстрее уже будут наполнять. Ну, так как она тут производит один за 10 секунд, сейчас будет одну за 5 секунд производить. Ну, и, соответственно, я сейчас все вот эти подключу. У меня, в принципе, пока ресурсы позволяют. Так, подключать по очереди буду. Смысла подключать тут помного нету никакого. Так, это сюда. Вообще, у меня была мысль сделать единый хаб на уголь. Вот, свозить туда и из этого хаба уже забирать ресурс. По какой-то отдельной дороге. Потому что это было бы правильнее. У нас в итоге тогда получилась бы некая шина из всего этого дела. Так, столбы, которые не столбы, а опоры. Давайте-ка мы вас вот так вот соединим. Дальше. Тут, наверное, даже нужно не так сделать, а взять длинную фигню. Некоторые удивляются, что вообще-то такое. Почему ресурс по трубе идет. Смотрите, есть такая штука, называется шнек. Все видели, наверное, снегоуборочные машины. Какая спираль крутится, и снег у вас перемещается к краю этой снегоуборочной... Ну, к краю ковша у снегоуборочной машины и в сторону выкидывается. Вот здесь, скорее всего, точно такая же конструкция подразумевается. Стоит внутри шнек, который крутится. И ресурсы просто едут. Винт Архимеда. Все, наверное, знают. Вот эта вот штука. Так, это сюда. Единственное, что он тут, конечно, немножко впрямую, не вверх. Вот так вот. Так, далее. Мне нужна железная дорога сюда. А здесь, наверное, не получится. Надо так соединить. У нас начинаются макароны из железных дорог. Что может быть прекрасней? Так ведь. Тут, может быть, тоже имело бы смысл через длинную трубу сделать. Но тут уже ресурса много накопилось. Жалко. Давайте, знаете, как сделаем. Я сейчас весь этот ресурс увезу отсюда. И потом переделаю. Тут, кстати, возможно, вот эту лейку тоже можно было бы через длинную сделать. Получится, интересно, так или нет? Например, это сюда. А лейку... Да, нифига. Лейка может только из бочек. Ну, здесь ставить бочку мелкую мне совершенно неохота. Ладно, давайте это переделаем. Все круто, но... Не зря автор игры написал в подсказках то, что основная фишка этой игры как раз-таки все круто, но переделывай. Все, вот так вот оно будет лучше. И это сюда, естественно. Во. Другое дело. Так, у меня вроде есть лишние деньги. 26. Пускай это пока тут стоит. Эту тогда мне по-любому сюда будет ставить. И нужно сейчас сделать коммутацию. Все, а здесь она вполне себе прекрасно встает. Берем рельсу. Да блин, что такое? И соединяем. Дальше ставим еще один столб. Что, кстати, по технологиям у нас. Собрать пока нельзя. Здесь не хватает производительности. Но с этим сейчас будем что-то решать. С этим сейчас будем что-то решать. Далее. А, ну здесь они вообще на одном уровне стоят. Тут ничего сложного не будет. То есть повторить конструкцию просто. И рельсу с запасом, чтобы 4 вагонетки вылезало. Все, сейчас от поезда у нас будет гонять туда-сюда. Пересыпать. Что она там насобирает. 18, 3. Главное здесь тоже рельсу вот эту продлить. Тут можно было бы сделать следующее. Попробовать настроить, пропускать. Пропустить каждый. Давайте вот так попробуем, что получится с этого. Мне просто любопытно. Я этого особо не пробовал. Вот видите, уже возможно уже поезда одного не будет хватать на это все. Соответственно, хаб в данном случае был бы вполне бы полезен. Тут еще тем более еще одна осталась. Либо, может быть, попробовать добавить еще вагонеток сюда. Я фиг его знаю. Как было бы лучше. Пропускать один стоит. Ну да, один пропустили. Надо, наверное, вот так вот сделать. Пропускать два. Чтобы разгрузка быстрее шла. Тогда разгрузка будет идти параллельно. Два вагона, два, и он поет обратно. Сейчас надо будет за этим пронаблюдать. Денег у нас по-прежнему мало, к сожалению. И здесь... Здесь можно было бы, может быть, еще одну машину поставить на производство. Но пока не буду этого делать. Насыпалка. Да, вот тут, возможно... Блин, вот распараллеливание само логика подсказывает. Просто оно дало бы эффект, что поезд гораздо быстрее бы все это свозил. Ну, то есть, я вагонетками везу в какое-то общее депо на три, а оттуда уже поездом вот этим вот, при многократной вот такой загрузке... Ну да, видите, как получается. Ты серьезно, что ли? Что за фигня-то? Почему ты так? Ну, хорош. Взяли, разгрузились по очереди. Блин, я на эту фигню не подписывался. Игра. Хорошо, раз здесь угля не хватает... Блин, придется тогда оптимизацию делать. Что-то тут, видите, не очень хорошо получилось. А большее количество поездов мне сюда не поставить. Так как дистанция достаточно большая, тогда нужно выносить еще на одну линию и ставить сюда параллельную железную дорогу. Можно, знаете, как сделать? Раз у нас такая фигня началась, можно поставить вот эти засыпалки. Точнее, ссыпалки наоборот. Блин, они не хотят параллельно разгружаться. Что за фигня? Ну, алло, игра, ну... Как так-то? Ладно, надо с этим будет поразбираться, почему он так работает. Я, честно говоря, пока... Пока особо не понимаю. Но здесь можно сделать хаб. Хаб сделать примерно следующим образом. То есть поставить опять же... Может быть, как-то так. Возможно, из-за того, что стоит вот этот мотор, может быть, из-за этого так получается. В общем, в чем задумка? Я подвозить это буду вот с этой стороны. Хотя можно подвозить и с этой стороны, а отсюда увозить вот отсюда. Отсюда, вот отсюда. Понятно, изъяснился. Видите, они как-то по очереди забирают. Это я поставил пропуск. А если пропуск не поставить, я не знаю, как сделать распараллеливание. Возможно, если убрать вот эту штуку, тогда она и будет параллельно разгружаться. Нужно будет, кстати, попробовать это сделать. А здесь... Тут еще видите, в чем проблема. Хотя так-то проблемы нет. А то можно и сгибнуть каким-то образом, и сюда вывезти. Тогда поезд будет делать... Можно попробовать закольцевать закольцовку, да, и больше вагонеток поставить. Тогда, может быть, было бы эффективнее. Но я в таком случае больше вагонеток и сюда могу поставить. То есть продлить ее каким-то... вот таким вот макаром. Тут еще видите, в чем проблема. А, видите, вот так вот он из каждой первой загружает. Почему они параллельно-то не высасывают, я не понимаю. Странная какая-то тема. Ладно, хорошо, это я пока уберу. Пускай она будет как-то так. здесь раз у нас пошла оптимизация, сделаем таким образом. И вот эту железную дорогу нужно будет изгибнуть вот сюда вот. И сделать вот так. Тут я не успею поставить высасывалки. Тут можно вот сюда, оно все равно будет перетекать в дальний бак и распределяться поровну. Вообще, можно было большой бак поставить так. Ну, пускай пока что вот таким образом будет. Дальше что-то переоптимизирую. Это сюда, а вот эта штука я разберу сейчас. Не нравится мне вот это вот загогулино. совершенно просто. Тут надо будет переделать. Все круто, но наши любимые. Так, раз, два, три. Ну, пускай тоже четыре телеги будет. Так, здесь мне нужно выгружалку вот сюда. Нет, здесь нужно выгружалку вот в эту в крайнюю ставить. Дело в том, что у нас принудительно должно в эту бочку переходить, но почему-то не переходит, потому что одна. Во. Так, здесь уже скопилось, да? Блин, реально нужно было хаб делать, а не заморачиваться вот этой фигней всей. Так, здесь у нас в чем дело? Уже не успевают. Хорошо, я тогда поставлю третью сюда. Третий завод. Здесь местного кукты. Сейчас они будут в три завода здесь работать. Можно даже попробовать четвертый поставить. Денег, в принципе, хватает, почему нет, да? Так, местного сюда, сюда, это сюда. Я боюсь, что сейчас упрямься в производительность ленты нашей. Хотя, смотрите, лента, я где-то прочитал, что она одну в секунду переносит. По-моему, где-то это было написано. Ну, что-то, если она переносит одну в секунду, соответственно, 10 заводов на, ну, вот этих вот обогатительных на одну ленту вполне себе справятся. Они потому, что как раз будут выгружать столько, сколько надо. Хотя, вот что-то вот этот, например, не перекладывает. И здесь уже почти готово новая продукция. Вот только сейчас, видите? Если это будет так, то надо тогда распараллелить будет и пустить еще одну ленту параллельно. Шесть. Давайте-ка я сразу так сделаю. Тут можно поставить блин, эту придется разобрать, лишь бы попасть сюда. Здесь делаем вот этого товарища, а с другой стороны делаем вот этого товарища. Мы таким образом просто распараллелили потоки. не знаю, тут надо, наверное, эмпирически проверять, сколько заводов на одну ленту пойдет. Возможно, кстати, даже два завода на одну ленту сможет пойти тут. Это надо пронаблюдать будет. Видите, как получается. Все равно один стоит, ждет. Выгрузил. Ага, и здесь уже дроны не успевают. Хорошо. Ну, вроде трех хватает на одну ленту. Никаких затыков вроде как нет. Проблема сейчас у нас в дронах. Дронов тогда сейчас увеличим. Так, что у нас по электроэнергии? 37 из 40. Это можно собрать. Это можно собрать. Дроны 37 из 40. Тогда ставим сюда. и что-то электроэнергии не есть. вообще нифига. Странно. Раз, два, три, четыре. Ну, как было 37 из 40, так и осталось. А тут полный ящик. Полный. не справляется наша система. И здесь уже стало копиться в плюс сети. То есть мне нужно ставить будет еще один такой же цех. Возможно имеет смысл сейчас хотя нет. Бред какой-то. Да, придется если ставить цех на 10 таких переработчиков, то по одной ленте мне выдавать вот это будет все крайне геморройно. Как это балансировать я пока не знаю. Потому что ящик в секунду ну такое. И все так с лентой может быть это где-то в знак вот здесь знак вопроса был написан. Вот видите система? Он забирает из вагонеток руду, перекидывает в бак, а из бака в сундук грузит. Ну то есть тут разные типы конвейеров. По факту получается отсюда мне руду забрать. Давайте посмотрим статистику. Где она у нас? 1521. Я могу исследовать технологию. Вот эту. По идее. О замечательно. Исследовали технологию. Так что нам это даст коготь поезд? Служит треком для одного поезда из когтей. Когти которые достигают конца пути в обратном направлении. Окей. Я так понимаю что эта бодяга вся да эта бодяга у нас может из цеха в цех передавать она будет располагаться на улице причем здесь есть дырки для этих когтей. Балка висящая в воздухе это чудесно. Так и я так понимаю с этих когтей можно сделать загрузку в наши тачки чтобы дронов не использовать. Я эту систему видел вот здесь в знаках вопроса да и вроде на видосах на промо это было видите как у них сделано идет лента скидывает ящики сюда а здесь сделана такая цепочка нагрузная вот как вот эту штуку реализовать нужно будет попробовать ее собрать сейчас так так ну для начала я хотел убедиться окончательно кого теряется что это переход на разную высоту что ли для одного поезда из когтей когти которые достигают конца пути в обратном направлении не понял а ну это второй этаж короче все понятно просто она получается двухэтажная в отличии от вагонет который трехэтажный это как раз таки штука должен быть построен на дорожке когтя а это кривая хорошо давайте проверять как это работает я наверное сейчас один механизм вот этот направлю на коготь и вот сюда на погрузку и посмотрим как это будет работать хотя нагородил здесь капец всякого получилось да три было строить не обязательно все равно нагружать не успевают вот это нужно хотя нет это в принципе нормальная тема просто на случае расширения базы не хватает сейчас вот этого производства банально так ну что давайте с когтями разбираться когти видите у нас как раз таки над машиной орудуют так сюда здесь в это место там написано нужно быть очень аккуратными иначе можно накосипарить так что сюда так дальше вот эта штука у нас идет и как-то вот так я надеюсь ничего я тут не накосячил все это висит вот блин слегка неудобно конечно расставлять пока что вот так теперь сюда наверняка нужно добавить добавить когти что-то я как-то кривовасто сделал наверное нифига не над тачкой все круто но переделывать слушайте а можно видите оно по краям только ставится почему-то хорошо а если поставить здесь станцию разгрузки вот так например ну точнее даже нужно да блин кыш вот так и вот так они в таком случае на эту тачку должны будут скидывать потому что это разгрузка у нас правильно команд дропов ну да сюда дальше дальше нужно это доделать как там у них в знаке вопрос-то было а здесь вообще у них одна стоит то есть получается лента дроны бросать ящик также схват коготь поезда коготь поезд ну допустим как-то так дронам сюда запрещено летать коготь поезд один я добавляю вот здесь делаем забиралку а сюда нужно скинуть из завода один фиг это все нужно будет переделать потом все круто но переделывать я сейчас просто испытать хочу как это работает все-таки у нас тут обзор и изучение идет а тут можно сделать а давайте проверим знаете что если я сделаю а ну вот уровень высоты то у нас меняется 1-2 если я сделаю атаку и добавлю туда коготь он будет по принципу вагонетки ездить вообще замечательно то что надо здесь тогда делаем следующее я это убираю отсюда чтобы она не мешала да развернуть тут нельзя к сожалению здесь ставим вот этого братана нужно убрать стенку блин отсюда коготь-то не протянуть наверное будет да слушайте а как его через я видел то что где-то они через завод эти когти перебьют как они это сделали дверцу нужно поставить хотя дверца наверное тут не поможет ну допустим как-то так тут же есть вот эти вот порты правильно как они это делают может быть я что-то здесь не доглядел то что в ролике вроде как я видал что они это делают прямо через когти выход был настроен тут вроде такого ничего нет блин грусть тоска печаль разочарование как мне это сделать никак не хочет возможно я что-то неправильно делаю ну что на промо ролике вроде как я это видал уже спорился об этом сказал и здесь даже выше не построить возможно здесь есть какая-то технология которая позволяет сквозь стенки проходить пугать поезд пугать ящиков не ну здесь я вроде такого не наблюдаю черт вся моя идея пошла на смарку как так блин печаль беда видите как дрона тупит у нас почему у нас смотрите какая фигня ящики нет потому что здесь заблокировано нормально нет вообще хорошо ладно идея у нас потерпела фиаск давайте пока что сделаем вот так чтобы все не вставало вот нужно учитывать особенность то есть если концевая концевой ящик застопорен то соответственно вся линия встала тут надо наверное делать или разгрузку или уничтожение ящика с когтями все сложно у нас получается упаковщик ящиков внутрь нет распаковщик ящиков можно поставить и сделать наверное следующее подвести поездом сюда поставить ящик и ящик складывать вот в это место а сами ящики отсюда наружу передавать через высасывал что за адский ад почему нормально это нельзя вот эту палку вывести наружу забавно так ладно у нас скопились какие-то деньги можно в принципе исследовать технологии с этим нужно будет поразбираться как это работает скорость тележек скорость когтя скорость шмоктя давайте я ускорю машинки так по этим технологиям мне требуется 9000 грузов тут уже нужно утюги и угли передавать золото какое-то пошло здесь золото видите очищенные ресурсы в более тяжелую внедрифту машину свою да нужно производить утюг и уголь короче сейчас нужно внедрять будет вот это производство на все это дело а с когтями я наверное попробую за кадром разобраться я серию буду заканчивать если прохождение интересно обязательно поддерживать его лаком пишите там в комментах что-нибудь все такое вот у меня все всем до скорых встреч и пока пока пока